Ну вот, дорогие друзья, Анюта, когда я поставила это колесико в стеллаж, в привычное ее домишко, замечательно начала там бегать, крутиться. Алиса тут крутилась вот в этом колесике, включила подсветку, Алиса решила пойти, видимо, подкрепиться. Здесь у них еда, вода. А здесь флисовый домик, в котором прячется мама и Антошка с Анфисой. Анфиса уже в резерве, скоро уедет в новый дом. Три и жёночка находятся в свободной продаже. Это те ребята, которые сегодня помогали тестировать мне новые колеса в предыдущих видео. Это Алиса. Вот такое колесико от фирмы Darrell ко мне сегодня приедет вот такого же размера 30 сантиметров, и у меня оно замечательно встанет вот в этот угол стеллажа. Здесь оставлю вот это колесико от фирмы Trixie, потому что мамочка у нас, Даша, всегда бегает в колесики. Малыши теперь подросли и тоже хотят бегать в колесиках. Для того, чтобы ребята проводили веселое, интересно, свободное ото сна время, когда бодрствование у них идет, я им хочу добавить дополнительные колесики. Может быть, даже вот оставлю 25. Смотрите, неплохо подошел диаметр именно для маленького ежонка. И 2 по 30, вот Trixie 33 диаметр. Ну а также, дорогие друзья, кому интересно, не пропустите новое видео. Сегодня у нас будет вечером. Триша. Триша это наш новый питомец, это девочка. Кто такая Триша, мы расскажем и покажем сегодня вечером в вечерних видео. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Сейчас покажем еще маму Дашу. Это ее детки. О, как они хорошо спрятались все в пледик, закрутились. Вот она, Даша. Фырчит-пырчит и недовольна тем, что я тут сегодня трогаю ее детишек. Оставлю ежат в покое. Сейчас у нас день. Это время, когда ежата спят. Ежата просыпаются и становятся активными ближе к вечеру. И тогда уже можно будет понаблюдать за малышами, чем они занимаются. Вот, как Анютке понравилось, разбегалось-то в колесике. А то сначала все боялась. Может быть, конечно, и мне нравится то, что я их, когда снимаю на стеллаже, там у нас много подсветок. Все это светит им в глазки. Это, конечно, после того, что они спали, я их разбудила и принудительно посадила в эти колесики. Конечно, пугает и раздражает. Но вечером у меня планы снимать на видео нашего нового питомца, рассказывать и показывать, кто же он. Поэтому я решила ежат показать с утра. Еще раз, дорогие друзья, с праздником вас. Первое апреля. Вот, молодец, Анюта. И то колесико проверила, и это колесико проверила. Шикарно, скажи, работают у нас колесики. И от фирмы Даррел. Да, да, если бы еще, скажи, Алиса там не мешалась, не сидела бы под сеткой и не тормозила бы мне бег, то я бы, говорит, бежала в два раза быстрее. Мне, так кажется, вот это колесико от фирмы Даррел даже и удобнее. И входить-выходить удобнее. И бегать удобнее. Да, скажи, набегалась, надо подкрепиться. Вот, скажи, проверим, чем сестренка там занята. Любят ежики под колесики прятаться и спать. Для них это получается как бы такое укрытие. Да, они вот уже прошли насквозь и вышли с этой стороны. Да, вот видите, вот это колесо понравилось больше. На самом деле не дурак и стоит. Покупала в Азон по распродаже. Купила три разных диаметра, потому что я планирую поставить песчанком такое колесико от фирмы Даррел. Тоже такое железная сеточка на подшипнике, которая не шумит. Ежа там. И я купила вот еще три колеса разного диаметра, потому что у мышей у меня дюны. Дюна не каждая по размеру позволяет уместить туда колесико вместе с подставкой. Ну вот в стеллаже для ежей у меня вот такой вот он как бы без каких-либо сверху укрытий. То есть тут у меня высота нисколько не... То есть мое вот это Трикси выше, наверное, чем... Ну не выше, но примерно в высоту стеллажа. И все нормально. Вот у песчанок так не получится. Ну стоят, в общем-то, неплохо колесики, с учетом того, что ежата под ними пробегали. Не упало ни колесико Трикси, ни колесико Даррел. Сейчас посмотрим, чем будут. У мамы Даши колесико Даррадо. Оно тяжелое, оно деревянное. Его, конечно, не перевернуть. Но одно на четверых ежиков колесико, оно, конечно, им маловато. Ага, все-таки двигают они его. При желании могут и подвинуть. Ну, я буду тогда наблюдать, как они будут тут развлекаться с этим колесиком. В данный момент они просто не могут разойтись. Им очень надо вот почему-то за что-то спрятаться. Вот. Вот. Напейте водички, покушайте и спать до вечера. Вечером набегайтесь. Я вечером вас снимать не буду, подсветку беру, да, никто вас не будет пугать. Ну, а я с нетерпением жду приезда, конечно же, Триши нашего нового питомца. И очень-очень много новинок сегодня для наших питомцев товаров привезут. Все буду показывать, все буду рассказывать, все будем тестировать. Для того, чтобы вы, дорогие друзья и подписчики моего канала, могли сделать для себя правильный выбор при покупке товаров для ваших питомцев. не покупать то, что некачественно, или то, что имеет какие-то неудобства в использовании. Будем тестировать новые клетки, игрушки для наших собачек. Анюта, какая умница, как разбегалась-то. Алиса сидит за колесиком и фырчит, потому что это колесико ее трогает по иголкам. Ну, вот так Анюта выбрала колесико от фирмы Darrell. Отечественного, российского производства. Чудесно, вы видите, как удобно, хоть и маленький ежончик. Ежа там недавно исполнился месяц, 21 марта. Месяц и неделя на видео ежи-певятком. Какая умница, какая умница. Анюта у нас прям спортсменка. Но почему-то ведь она как-то не очень комфортно себя в нем чувствует, на мой взгляд. Может быть, смущает то, что здесь эта крышка с краями. Я не понимаю, что-то ей не нравится. Я не знаю, что это, где-то не нравится. Странно, но она как будто дисбаланс, что-то с ним все-таки не так. И шума от этого больше слышно, как по пластику стучат лапки ёжика. Вот в этом железном сетчатом ничего не было слышно, когда она бегала. О, сразу туда и покакали, вот ёжики они такие молодцы. Так что я думаю, что лучше такое сетчатое, и какашки сразу будут падать все в грунт или в подстилку, и моча, потому что ёжик такой, да, товарищ, у него так придуман и устроен организм, что он бежит и тут же испражняется. В пластике, как бы там ни было, это все будет оставаться внутри. Тут же ёжик будет попадать на это лапками, тут же это все сверху на его же колючки будут падать, его же какашки. Ну, я взяла на пробу, потому что, собственно говоря, такого диаметра колеса тяжело купить для наших питомцев, поэтому что нашла, что было в наличии в продаже, то и купила. Кормим мы, ёжат, вот что у них сейчас находится в этой кормушечке, это вот такой специализированный корм для насекомоядных животных от фирмы Exotic Menu, который включает в себя в состав уже насекомых витамины, минералы, отсутствует ГМО, без красителей этот корм рекомендован ветеринарами, и я делала обзор этого корма, можно посмотреть в плейлистах на канале нашего питомника. Видите, убираю подсветку, ёжата чувствует себя бодрее, активнее и веселее. Оставим в покое малышей, пусть они развлекаются, увидимся в новых видео, оставайтесь с нами, всего доброго и до новых встреч на канале питомника Марии Мистик, здоровья вам и вашим питомцам.